Здравствуйте! С вами Дончик Виктория Павловна. И сегодня мы рассмотрим, как работать с объектами WordArt в Word 2010. Для работы с объектами WordArt в документе Word 2010 есть две возможности. На вкладке «Главное» есть кнопочка «Параметры анимации». Для того, чтобы ее применить, нужно выделить текст, нажать на кнопку и выбрать соответствующий стиль. Дальше давайте увеличим размер шрифта, чтобы хорошо были видны буквы нашего текста. С этим объектом можно сделать следующее. Изменить структуру, то есть цветовую гамму. Можно добавить тень. Можно сделать отражение. И можно добавить свечение. Вот все возможности. Далее. Рассмотрим вторую возможность. Я поставлю курсорчик, нажмем на вкладочку «Вставка». Далее переходим в текст, нажимаем WordArt и выбираем соответствующийся шаблон. В тексте документа появляется пунктирная рамка, в которой нужно разместить текст, который будет являться объектом WordArt. Удаляем этот текст и пишем тот, который нам необходим. Давайте посмотрим, какие возможности предоставляет этот объект WordArt. Ну, во-первых, можно перемещать рамку. Давайте мы ее сейчас возьмем. Закроем окошко, которое не нужно. Возникло случайно. Далее можно вращать эту рамочку. Ну, и так далее. Больше возможностей предоставляет нам панелька формат. Вот эти все возможности. Но при этом, обратите внимание, что у нас нет возможности изменить траекторию движения текста. То есть расположить по какой-то кривой. И не можем мы добавить, соответственно, к нашему объекту освещенность. Вот как в этом примерчике. Вы видите, наверное, что он очень напоминает нам объект WordArt 2003. Можно ли это сделать в 2010? Да, можно. Для этого есть специальный хитрый способ. Итак, первое. Нужно создать новый документ. Давайте сейчас создадим новый документ. И обязательно сохраним его с типом файла Word 2003.97. Сохраняем в таком формате. Далее мы переходим на вкладку «Вставка». Открываем текст. Соответственно, идем в WordArt. Выбираем тот шаблон, который нам нужен. А мы уже с этими шаблонами знакомы вставляем текст. И видим соответствующий результат. Далее хитрость. Нужно скопировать этот или вырезать этот текст. И вставить документ, который сохранен у нас как документ 2010. Итак, вставим курсор. Я сейчас удалю этот текст, который нам не нужен. Первоначально использовался. Так, удалили. Поставили курсор. Нажимаем Ctrl V. И вставляем тот текст, который мы с вами оформили как WordArt. Далее немножечко преобразуем его, чтобы можно было с ним работать в тексте. Увеличим размер. Измени немножко параметры. Итак, вот это то, что я вам хотела показать. В чем особенность? Особенность в том, что если вы хотите работать как с текстом, как в WordArt 2003, то вам необходимо соответствующее сделать преобразование. Теперь смотрим, переходим на формат и видим, что у нас вкладочка траектория движения изменения нашего текста по кривой нам доступна. Давайте выберем волну и оставим таким образом. Далее добавим объем и свечения. Сейчас мы проверим вкладки, которые доступны. Эта вкладка и раньше была доступна. Вот новенькая. Итак, здесь можно выбрать перспективу, добавить объем, поворот, изменить глубину фигуры и так далее. То есть, если вам необходимо, детально поработайте, пожалуйста, с этой вкладкой. Итак, сегодня мы с вами научились и рассмотрели, как работать с объектами WordArt. Для начала мы с вами посмотрели на вкладке «Главное» параметры анимации. Далее узнали, что можно еще вставить объект в WordArt, используя вкладку «Вставка». Но при этом эти два объекта не будут похожи на тот объект, с которым мы работали в WordArt 2003. Нет обычным образом возможности изменения траектории движения, добавления объема свечения и так далее. Для того, чтобы это сделать, нужно использовать специальный прием. С вами была Дончик Виктория Павловна. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»